Ну и под конец поговорим о различных мета-концепциях, связанных с моделированием, визуальным моделированием. То есть, что стоит за моделированием визуальным. Использование, вообще говоря, всех формальных языков для описания объекта в действительности. Проделал такую концепцию, как уровни мета-описания. Каждый уровень классифицирует. Это классификация предыдущего уровня. По сути, язык для его описания. Первый уровень является исходным и представляет реальную действительность, такой физический уровень, классифицируемый последующими уровнями мета-описания. То есть, всё, что идёт уже выше, это уже мета-описание. И там могут быть различные такие надслойки, различное число их. Конструкция языка-описаний, предоставляемой следующим уровнем, типизирует сущности предыдущего уровня, создавая для них некоторые мета-понятия. Многообразие объектов предыдущего уровня структурируется и классифицируется объектами следующего уровня. Надязык упорядочивает структуру и предоставляет средства для создания новых подобных языков. Вот, например, фактическим стандартом для описания синтаксиса языков программирования является грамматика Бекуса Наура. То есть, это вот некоторый такой надязык для описания языка. То есть, это тоже язык, но он используется для описания языка. Более, конечно, такой формальный язык, строгий. Ну, собственно, он и создан для создания формальных тоже языков. Рассматривая язык UMAID, целесообразно выделить следующие уровни. То есть, уровень предметной области. Вот, некоторая область человеческой деятельности или часть мира окружающего человека, которая выбрана для автоматизации с помощью создаваемой программной системы. Пример, счет господина Сидоровича, такой-то, допустим, банк «Сельская радость» с реквизитами. Ну, то есть, то, что все, что есть в реальности. Счет, банк, реквизиты, там, господин какой-то хороший. Модель «Язык описания предметной области». То есть, предметная область, это вот у нас есть. А модель — это язык описания этой самой предметной области. И разработка классификационной схемы объектов предметной области, позволяющей упорядочить их и описать как-то единообразно. Необходимо также определить цель и точку обзора, когда мы создаем модель описания предметной области. Метамодель — это уже язык описания моделей. Стремление создать единый язык вместо различных модельных техник как раз привело к созданию UML. Вот пример. Вот метамодели — это классы, атрибуты, ассоциации. То есть, то, чем мы, собственно, создаем модель предметной области. Как раз метамодель, она и описывает эти самые классы, что это такое, что такое атрибуты, ассоциации, создает какие-то на них ограничения и возможности. А вот метамодель — это уже язык описания метамоделей. Ну, например, правила обозначения, использования и расширения классов, то есть, вот метакласс, ассоциации, метаассоциации и так далее. Ну, это так, вот общая схема для общего размития, чтобы было представление, что есть система, над системой есть одна модель, над моделью — метамодель, которая описывает то, как создавать эту модель. Вот. Ну, опять же, смотря как нам на это всё дело смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok